Добрый день, уважаемые слушатели, подписчики, пациенты. Сегодня я хочу вас познакомить с очень интересным человеком, Валентиной Мельниковой. И хочу, чтобы она немножко рассказала о себе. Я-то знаю, кто она, но лучше услышать от человека. Валентина, скажите, пожалуйста, кем вы на данный момент являетесь? Вас интересует какой аспект? Профессиональный, человекный. С кем вы являетесь? Но дело в том, что хотят узнать читатели и подписчики. В областях вы можете работать? Ну, я скажу так, что я являюсь человеком. Можно сказать эзотериком, можно сказать мастером. Короче говоря, я помогаю людям в тех, в выполнении их желаний, в исполнении их желаний. Желания могут быть самые разнообразные. Ну, человек может прийти, вот, например, с запросом, мне нужно продать участок очень большой, я хочу очень дорого, там 7 миллионов. Я никак не могу найти покупателя. Ну, мы работаем, и покупатель находится, человек радостный и довольный. Запрос может быть о том, что вот у меня ребенок плохо учится, не могли бы вы мне как-то в этом помочь. Ну, я работаю, я разговариваю и с ребенком, я разговариваю и с мамой, если обратилась мама, если папа, то с папой. Вот, иногда мне даже ребенок не нужен. Мы работаем через какое-то время, мне уже пишут, там, по математике пошли одни пятерки, неужели такое вообще возможно? Ну, вот в таком плане. Могут обращаться с проблемами здоровья, могут там, чтобы выйти замуж, и происходит все очень быстро. С тем, чтобы вернуть хорошее отношение, вернуть мужа, доводилось мне работать несколько раз. Ну, получалось тоже. Ну, в общем, самые разнообразные запросы. Ну, вот я, допустим, знаю, что вы очень хороший поэт и писатель, и в области детских сказок. Вот расскажите об этом. Да, я сейчас могу рассказать. Вообще, самая первая моя книга, она называется «Репка на новый лад». Или «Так вот ты магия какая». Вот. А как она написалась? Вообще, по сути дела, писались мной заметки. Вот, как у меня родился внук, и как он начал расти, развиваться, обучаться, и вообще, какие мысли он высказывал, которые меня иногда просто удивляли, что взрослый человек до этого не додумается. Откуда такой малыш может так чувствовать и так знать? И вот это я все записывала. И это вылилось вот в рассказы. Я сначала их назвала «Максимкины хитрости», ну, а в общем, в итоге я собрала эти «Максимкины хитрости» и все то, что у меня еще было написано, в книгу «Репка на новый лад» или «Так вот ты магия какая». Вообще, какую цель имеет книга, я бы даже сказала так, она, это пока я не о детской говорю, а о своей первой книге. Она, ну, я просто старалась, чтобы в ней, читая ее, человек где-то посмеялся, где-то улыбнулся, где-то о чем-то задумался, как-то примерил это на себя, ну и вообще, еще как человек, который вот не может уже без того, чтобы не дать каких-то позитивных таких вот или установок, или просто мыслей, которые повлияют на какие-то успехи человека. Ну, конечно, есть там и такие сказки, они называются гипнотические, гипнотические, волшебные, ну и так далее. И вот это первая книга. А потом уже пошла детская книга, но она, наверное, это закономерно появилась, потому что раз я так много тут изумлялась, восхищалась и вообще и занималась со своим внуком, то вообще началось так, что это он. Мы с ним читали книжку, сказки, вот, и там что-то было про цыпленка, и он вдруг, он мне сам сказал, давай счиним. И вот увидели самолетик, это первая сказка, вот она с таким, она может быть не очень захватывающая, но она честно, честно я расположила ее как бы первой, потому что так пошло. Вот самолетик началось, а дальше, ну вот, а сейчас уже у меня внук во втором классе, книга была написана, наверное, примерно год назад, может быть чуть меньше, но он тогда в первом классе был, а сейчас во втором. И вот только начало учебного года, и что интересно, что они писали сочинение такой истории, или моя любимая книга. И меня так удивило, как он об этом написал, он рассказать вам, вернее, зачитать вам, сейчас у меня даже где-то тут не так далеко есть, но, в общем, его мысли о том, что он очень, ему очень нравится эта книга, потому что в ней друзья и помогают друг другу, и спасают друг друга, и лечат, и что же еще? Вот сейчас, книга называется «Цыпа, Ути и друзья». Авторы «Я и моя бабушка». Бабушку зовут Валентина Николаевна. Там написано о том, что надо беречь друг друга и помогать ему, лечить и спасать. Обложка яркая, цветная. Мне эта книга нравится, потому что там легко и быстро набираются друзья, и есть смешные моменты. В книге 17 и более рассказов. Все эти рассказы очень интересны. Поскольку эта книга очень интересная, я готов порекомендовать ее своим друзьям. Такое сочинение. Ну и как мне не радоваться, когда вот ребенок так глубоко, можно сказать, заглянул в это содержание, понял, что-то ему очень отозвалось. Ну, говорят, отзывается всегда то, что, в общем, является как бы в ценностях личности, так? И если есть на что-то запрос. У него вот есть запрос на друзей, мне так кажется. И вот ему понравилось, что там быстро набираются друзья. Ну, вот такого плана. Ну, Валентина, по моим сведениям, сейчас уже даже вот это, когда вы писали, и у меня есть такие вот это самое, не пожелания, а отклики, что люди начали читать. Даже сейчас у нас в школах иногда вашу книгу почитывают. Это радует. Почему? Потому что сказки глубокие, хотя они детские, но там очень затаенный смысл. Не всегда даже взрослый поймет, о чем речь. Но дело в том, что я-то разобрался и вот порекомендовал. И сейчас у нас в школах даже иногда зачитывают кое-какие из этих рассказов. Так что ваша книга идет на ура. Второй вопрос. Валентина, я знаю, что вы очень хорошо озвучиваете стихи, поэмы. Даже есть видеоролики, где вы это читаете. Это прекрасные вещи, которые действительно людей затрагивают. А расскажите об этом. Я знаю, что вы сотрудничаете с Верой Горд, которая очень поэтесса израильскоизвестная. Расскажите немножко об этом. Ну, я с Верой Горд, как-то так получилось. Вообще, можно сказать, что даже с нее началось. Она попросила меня. Она, видимо, уже видела какие-то мои вот озвучки. И там, может быть, Маяковского я озвучивала. Может быть, какие-то свои стихи. И она попросила меня, чтобы я озвучила ее поэму. Поэма называется «Соната Грузия». Я, кстати, тоже рекомендую посмотреть это видео. Видео делала Ольга Грибанова. Когда я смотрю и слушаю, у меня... Я бы, правда, сейчас переделала видео, ну, вернее, аудиозапись. Потому что тогда я не очень владела записывающей программой. И она не столь чиста. Но там настолько передано... Вот я умею передать эмоции, я умею передать состояние человека. И я умею... Я не знаю, каким образом это происходит. Но даже когда вот я слушала... Ну, вот я смотрела эту поэму уже, видео я слушала. У меня буквально шли мурашки. Просто вот мурашки. Настолько вот это захватывает этот дух. Это красота. Но дело в том, что поэма хоть и имеет название, у Веры Город, Соната Грузия, она... Вот как я тут недавно рассказывала одному человеку, он меня спросил, о чем тебе так понравилось. Я говорю, знаешь, она мне понравилась тем, что она об общегуманистических ценностях. Она как раз о пути к просветлению. Потому что Вера Горд, это сама вообще... Она гуру, это просветленный человек. Она, кстати говоря, выходец из Советского Союза. Она жила в Грузии, жила на Украине, в Киеве училась. Училась в Нижнем Новгороде, но тогда в Горьком. И она по специальности, несмотря на то, что она вообще прекрасная поэтесса, она по специальности инженер, вернее, конструктор в области судостроения. Она вообще гигантка мыслей. Ну, и, видимо, я не знаю там, как она попала в Израиль, но вот продолжает писать она на русском языке. Да, и вот я немножко отвлеклась. Вообще, соната Грузии, она о таких глобальных красотах, таких глобальных и даже психологических вещах, что я вот до сих пор иногда её пересматриваю. Хотя мы создали её с ней года два назад. А потом я уже просто захотела, она мне прислала книгу своих стихов, и называется «Вещи-вещицы». Вот даже вот название такое тоже. Есть вещи, то есть глубокие. А есть вещицы, но жизнь состоит у нас из вещей и вещиц, и в прямом, и в переносном смысле. Вот. И я стала озвучивать какие-то её стихи, она стала просить, чтобы я сделала ещё и видео, и вот так как-то повелось. Но я Геннадия сделала ведь, и вообще была очень увлечена, и мне жалко, что вы не продолжаете написание своего романа. Я по первым двум главам, которые меня... Вот я их прочитала, и мне показалось, что ничего более захватывающего и интересного я в своей жизни не читала. И я сделала озвучку и вообще видео по первым двум главам вашей книги. Я уж сейчас не помню, как она у вас называется, но у меня видео стоят и называется «Это башня созидания» номер один и номер два. По-моему, так. Да, есть там такой. Но я очень рад, что это озвучка. Мне очень понравилось. Продолжение романа буду, наверное, писать уже попозже. Сейчас какие-то дела образовались, поэтому я немножечко это отодвину. Ещё такой вопрос, Валентина. Это всё хорошо. Но у вас есть замечательнейший рассказ. Когда вы были в Геленджике, я вот хотел бы даже нашим слушателям, чтобы либо вы это озвучили, либо это сняли с видео, как вы моё сделали. Понимаете, вот эта вещь действительно захватила. Я как-то её выставлял, мне спрашивали тоже, а кто это, а что тогда мы только познакомились. Ещё мало было контактов, поэтому я бы хотел, чтобы вы это сделали, потому что людей это заинтересует. Это живо, красочно, и всё это описано. Действительно, я это прочувствовал сам. Ну, это пожелание моё такое, я думаю, вы это когда-нибудь существите. Да, но мне как же этот мой рассказ, этот, вообще, по сути дела, по сути дела, это началось-то как раз именно с этого рассказа у меня. Моё писательство с него началось. Там, я могу так сказать, действительно, меня захватило, насколько я люблю читать. Очень много в своё время перечитал. Это сейчас уже электронное всё. А вот тут я почувствовал живое, вот книжное, настоящее, которое печатное. Это прожить, это представить, это было очень интересно. Теперь, Валентина, такой вопросик. Как вы пришли в эзотерику? Я вообще, Геннадий, по сравнению с вами, можно сказать, что эзотерик ещё примерно на 1%. Вот. Как я пришла? Ну, наверное, может быть, вообще закономерно. Я помню, как я была маленькая ещё, ну, мне раз пять снился один и тот же сон. И вот там в сне я переходила из одной комнаты в другую. И вот, когда я просыпалась, я вам сейчас скажу, я чему удивлялась. Я удивлялась, вот, во-первых, этому повторению, я перехожу из комнаты в комнату, из комнаты в комнату. И я просто удивляюсь, откуда взялось же такое количество этих комнат. А последняя комната, она была вся, ну, вот, скажем, в коврах. Но ковры, это вот по тем временам, временам моего детства, ну, это, наверное, признак такой вот шикарной роскоши, что ли. И самое главное, что моё удивление, вот это то, что у меня осталось вот от этого сна. Это я к чему говорю? Что как-то не крути, но, видимо, вот где-то есть что-то предначертаное. И вот эти все комнаты я так рассматриваю сейчас как переходы из каких-то вот моих, ну, как мои поиски, что ли. Вот переходы из каких-то состояний, может быть, из каких-то уровней. Но я всегда занималась анализом. И помню, что как я пришла к одной мысли, чему я удивляюсь, когда я в жизни имею абсолютно всё то, что, по сути дела, я своим отношением, желанием и отношением и создала. Вот, но ни больше, ни меньше. То есть вот всё, что некоторые говорят о мысле, я бы даже сказала, не столько мысль, сколько отношение, потому что это более глубоко, более сильно это энергетика. Вот. И потом, когда у меня вот такой был период, когда мне надо было очень сильно что-то переосмыслить, да, что ещё, я всегда чувствовала, что меня кто-то ведёт. Но я вот не могла понять, вот кто это. В глубине меня, в глубине души у меня есть подсказки. Если я прислушаюсь к этому, вот к этим каким-то колокольчикам, к чему-то, если я прислушаюсь к этому, то я пойму, что надо сделать, или оно происходит, делается вдруг как-то само. Самое главное, что вот я зафиксируюсь, как бы я пойму или себя, или что. И вот так у меня с детства вот это как-то шло. Потом я пошла учиться на курсы эриксоновского гипноза. И эриксоновский гипноз, он так называется по имени мастера, ну вообще основоположника, техник Милтона Эриксона. Ну тысячи пациентов, клиентов, которые прошли через него, абсолютно все получили то, зачем они к нему пришли. То есть это мастер вот стопроцентного результата. И я эти техники стала изучать. Вот так у меня появились люди, которые приходят ко мне. Ну а эриксоновский гипноз, он в принципе, это вообще речевые вещи. Это мы иногда можем пользоваться, а иногда нет. Вот этими техниками наведения транса. Но он в отличие от классического гипноза, он практически такой, что человек находится в полном сознании. Просто он, он отвечает мне, он даже может шевелиться. Там я могу сказать, что если тебе больше понравился, там вот такой вариант, пусть поднимется твоя правая рука. И вот человек лежит у него непроизвольно, вдруг там начала подниматься рука. То есть он в полном сознании, может отвечать мне. Но в то же время у него включено в работу его поле, вот это поле подсознания. Вот. Это я так описала, как бы классический. Больше это называется измененное состояние под воздействием. Ну ничего, это хорошо все, действительно. Я, конечно, больше предпочитаю работать именно так, потому что легче следить за человеком, вдруг что-то произойдет, чтобы вывести его с этого состояния. Тут я с вами согласен. Что еще хотел спросить? Вот мы с вами много работали. Мы работали на установках, мы работали вот по башням. Немножечко, если вкратце, можете рассказать, как вы это ощущали, что происходило. Потому что, как с точки зрения психологии, вы в этом понимаете. А здесь идет работа на подсознании. Тем более вы владеете этой техникой. Я сейчас скажу, что, во-первых, что для меня это дает. Это развивает у меня вообще мое собственное ясновидение. Вот эти техники, ваши установки. Установки, это я даже сейчас могу вас вообще спросить. Деночка, я могу тебя спросить, что такое установка? Но могу и сказать чуть-чуть сама. Первый день приезжал ко мне в гости, он даже привозил мне эти установки. Это целое такое сооружение, в котором свечи, в котором, по-моему, или лист бумаги, или мы его заготовили. На матерчатой основе, это передвижная установка. Да, это передвижная. У тебя все была заготовка, на которой руны. И вот я помню, что меня однажды очень удивило, вот в одном из сеансов, который ты вот наяву со мной проводил, не дистанционно, а так, что вот я стою в центре этой установки, и вдруг мое тело, прям вот меня, вот помнишь, ничего себе, я прям начало вот так поворачивать, вот вокруг своей оси. Видимо, вот такая нужна была мне правда. Вот. Но в любом случае, то есть не в любом случае, а цель этих, и установок, и вот этой вот твоей трансформационной башни, это последнее, что мы делали. Мне просто очень понравилось. И предпоследнее. Я хочу сказать, что когда ты делал четыре башни с, как я, Алена Салар, по-моему. Алена Салар. Алена, да. Я, почему я пишу, что я вот под своими видео пишу, что будет полезно и для вас, потому что это я пробовала на себе. Геннадий проводил вот с этой Аланой Салар, а я как бы представила, что и я в этом процессе. И вот эти же башни тоже у меня. И я не то, что даже увидела, а вот как бы я вижу, но я еще умею расшифровать, что это мне, какие мне дали подсказки, какие правки во мне делают. То есть над какими качествами, которые мне нужны, я могу о них даже и не знать. Но мне их или дают, или наполняют меня чем-то таким, что потом это вдруг такими какими-то озарениями, что а я вот это там вдруг стала, научилась делать, а у меня вот это там лучше. А я как-то себя осознала и стала позиционировать чуть-чуть по-другому. Ну то есть я сейчас поясняю людям, что это дает. Но вообще у меня как бы цель, которую я хочу, чтобы вот мне Геннадий, ну эти техники, эти установки, башни помогли. Я хочу прийти к состоянию пробужденного, полностью сознания и даже просветления. И вот таким образом. То есть вот как бы замах у меня на самые высшие, вот эти вот из комнаты в комнату приходила, переходила. Ну вот и исполняю. Ну в принципе я согласен с вами. Это очень хорошо. Во-первых, вот стараюсь работать в этом направлении именно с людьми более-менее подготовленными в этом плане, кто занимается, не обязательно занимается, кто увлекается эзотерикой, потому что неподготовленный человек иногда не понимает, что с ним происходит. Есть еще установка Меркаба, она вообще-то мощная очень. И там идет вот именно разложение человека по всем этим тонким телам, и люди иногда пугаются, что был случай, что мне человек пишет, что куда я попал, меня почему-то стало трое-двое, и еще больше, а потом меня разобрали, а потом собрали в кучу. Поэтому я вот стараюсь работать на более в таких мягких установках подготавливать людей к более сложным задачам. Ну, я вот и Меркаба тоже была один у тебя. Ну, вы же подготовлены, Валентина, но не надо говорить об этом, поэтому я туда вас и ставил. Если бы вы были просто человеком, я бы не рискнул, потому что бывает, что, как я говорю, что человек раздваивается, он не понимает, что с ним происходит. Это действительно мощная очень установка, и поэтому туда лучше работать на ней со специалистами, как я говорю, потому что уже человек подготовленный, он знает. Ну, вот так вот, как я хотел с вами побеседовать. Если у вас есть ко мне вопросы, пожалуйста, можете задать. Я вот, Ген, не то, что у меня вопрос, а у меня вот такое, что я проводила вживую, и вообще я люблю это делать. Ну, вживую, это, не знаю, там как онлайн. Да. То есть, живые люди, не дистанционные, не через интернет. Я проводила тренинг. И, по сути дела, он как бы состоял, у меня такой большой был, глобальный, он назывался «Удачливость и успешность». Ну, как обретение этих качеств и работа над исполнением желания. Вот. И состоял он из нескольких частей, которые, в общем-то, логичны. Это мы работали над тем, как человек считает, что ему недостает. Вот. Мы работали, ну, как бы техниками. Я же веду, и я, соответственно, помогала, но мы там и в группах работали. И я уже обучила, как друг другу помогать. Вот. И, в общем, результат этого. Потом мы на заключительной части еще обучились такой глобальной техники, кстати, риксоновского гипноза. Называется «Гипнотическая сказка», который можно писать как кому-то, так и самому себе. Ну, это такая глобальная техника, гипнотические сказки исполняются всегда. Вот. Это такой у нас был тренинг. И по результатам этого тренинга у кого-то через две недели, там, у кого-то через месяц, у кого-то через полтора, у кого-то через два. Но желания, с которыми они работали на этом тренинге, исполнились. И были желания, которые буквально невероятные. Например, открыть свой бизнес, не имея денег. И открывали свой бизнес по натяжным потолкам. Даже вообще в этом вообще никто не верит. Да. И этот бизнес пошел работать. Вот не вложив ни копейки денег. Только за то, чтобы оформить на себя вот это ИПЧ или что-то такое. Ну, там, я забыла, как это называется. Индивидуальное предпринимательство. Или как. Я не помню, что там оформлялось. Но только за это были уплачены деньги. За то, чтобы официально зарегистрировать фирму. Ну, вот. Вот такие. Очень много было чего. Такие прям невероятные вещи происходили. Но я сейчас очень долго на эту не буду. На эту тему. Вот мне как-то хотелось бы вот это возобновить. И вообще я люблю еще работать вот как-то или с кем-то. Вот даже как или ведущая, или вот иметь какого-то или со-ведущего, или со-автора. Мне это интересно. Поэтому я думаю, может быть, что-нибудь как-то вот, где мы придумаем вместе. Потому что у меня какие-то свои техники. А ты специалист. Ну, вообще. Ну, гигант. Вот. Каких-то своих. Которые мне интересно. Я хочу тоже тебе интервью такое сделать. Как ты пришел к этим техникам? Я видела какие-то видео, которые ты там делал по вот этой розовой, по башне созидания. Ну, мне вообще как-то просто даже это интересно. Как человек это открыл, как человек к этому пришел. Я думаю, что и людям это было бы интересно. Но я сейчас быстренько еще закончу. У меня есть еще один тренинг. Вообще все, сейчас большинство людей, которые как-то знакомы вот с этими трансформационными как бы программами с темой духовности, с работой над собой. Они вообще все стремятся к состоянию осознанности. Вот у меня есть один тренинг, он называется так. К осознанности через осознание в райах. Я считаю это вообще своим даже авторским открытием. Это очень глубокая вещь и она дает результат очень быстро. Но вот как-то надо это из моих планов. Я думаю, что может быть даже мы и с тобой сделаем. Хотелось бы, конечно, чтобы вот те люди, которые будут писать, может быть смотреть это видео, чтобы они откликнулись. Интересны им эти темы или нет? Ну, чтобы как-то набрать для себя уже людей, которые хотят это делать. Валентина, тут я хочу вам немножечко дать подсказочку. У вас есть одна прекраснейшая техника, которую вы показывали когда-то, работа с пальцами, если вы помните. Было такое. Вот просто я вам хочу подсказать, что сделайте просто сама с собой видео. То бишь, вы будете писать саму себя и показывать это все. Это равносильно тому, что вы провели какую-то работу. Ну, в смысле провели на работу. Люди будут это смотреть, им будет очень интересно. Вот это, пожалуйста, сделать, это был очень интересный момент, который я наблюдал со стороны, кстати, вживую причем, а не по экрану. Это было очень интересно. Вот это вы можете сделать. И также у вас есть неплохие медитации. Я имею в виду вашу разработку. Так что тоже это делайте, вы не стесняйтесь. А совместную программу мы как-нибудь обдумаем еще и будем проводить. Естественно, вы будете свое показывать, я буду свое показывать. Мы это сделаем в рамках не интервью, а в рамках беседы. И тут же наглядно будем что-то показывать. Я так думаю. Ну, вот, мои дорогие, что я хотел сегодня с вами обсудить, показать, познакомить с интересным человеком. Я думаю, наши встречи будут продолжаться. Также совместная работа будет продолжаться, потому что эксперименты я люблю ставить. Я больше исследователь, чем занимаюсь целительством. А вот благодарю Валентину очень. Прекрасную женщину, хорошего собеседника, душевного человека. Если кому-то что-то было интересно, пожалуйста, подписывайтесь под видео на канале Валентины. У нее есть свой канал и у меня. И мы будем с вами тогда согласно вашим вопросам, будем какие-то темы обсуждать. Благодарю, Валентина, вас за интересную беседу. желаю вам всего доброго и успехов в этой работе. Нелегкой, кстати, нелегкой работе. Особенно в сфере авторства, я имею в виду литературного. И прошу, пожалуйста, еще раз, сделайте вы этот рассказ. Он меня очень впечатлил. Я думаю, людям больше понравится. Я немножко искушен и перечитал много всяких художественной литературы. Поэтому здесь меня что-то зацепило. Хотя сейчас этих авторов куча. А вот тут зацепило. Поэтому пожелание огромнейшее сделайте вы этот рассказ. Ну, это даже не столько рассказ, сколько это, может быть, рассказочек. Потому что это были, я вот... Я показывал пару, трое людям, моим друзьям. Они были в восхищении. А это хотелось бы вынести на публику. Потому что там я не заметил ничего такого, что это сделано настоящим писателем. Понимаете, там нету такого, что это просто кто-то написал, вот как я пишу о путешествиях и вроде и обо всем и ни о чем. А здесь именно подробно все это объяснено. Это очень душевно переживаемо. Так что я думаю, вы это сделаете. Я тогда хоть вспомню, как он у меня хоть назывался. Я не помню название, но я знаю, что там вы свалили с горы. Да, потому что или беседа с американцем, или так прав Лиза Дорнов. По-моему, да. Вот так. Потому что там все началось с того, именно в этом мое повествование и всего, началось с того, что я встретилась с американцем, живым американцем, который сейчас живет в Америке, а переехал, в общем, вернее, переехал туда из России. Но вот вернулся, мы с ним случайно встретились. И вот как, что он терпеть не может этого Задорного, и вообще, как этот Задорнов смеет говорить, что американца топ-пэе. Вот. И, в общем, мы с этого бы начинаем. Все, не раскрываем секрет, будем ждать вашего рассказа. Да. На этом заканчиваем. Благодарю еще раз Валентину, благодарю всех, кто слушал, кто смотрел. Будем ждать откликов. Ну, я благодарю, Инна, тебя. Интересные вопросы неожиданно я задал. Вообще, заставил вспомнить то, что я уже забыла. Да, Рада. Спасибо. Пока.